И садитесь, пожалуйста. Ваши ряды поредели, через неделю зачетная сессия, весна и все такое прочее. Поэтому сегодня и завтра я буду вам рассказывать вещи, которые у вас не будут на экзамене, но это во всяком случае современная наука, это то, что сейчас очень быстро развивается и связано с моделированием процессов на молекулярном и субклеточном уровне. Вот об этом мы с вами эти дни поговорим. Теперь, что касается ваших перспектив в смысле экзаменов и так далее. У вас будут по расписанию экзамены, во-первых, во-вторых, у вас будет досрочный экзамен через вторник, значит, следующий вторник, у нас будет конференция студенческая, это 22-го, да, а 27-го будет досрочный экзамен. Завтра я буду иметь окончательные списки тех студентов, которые будут выступать на студенческой конференции. Уже согласованы с преподавателями, и они уже, те, кто выступает на конференции, готовят презентации и так далее. А через неделю, то есть перед конференцией, это будет 21-го числа, мы вывесим также список студентов, которые будут допущены к досрочному экзамену. Но это не значит, что вы должны обязательно идти на досрочный экзамен, вы можете на него в конце концов и не ходить, а прийти в срок сдавать свой экзамен. Те, кто допущен, я имею в виду. Но в чём заключается преимущество, что на досрочном экзамене один вопрос. На экзамене вопрос теоретический и задача. Задача связана с теми моделями, которые мы с вами изучали и на лекциях, и вы изучали на семинарах. Список вопросов и список тех моделей, по которым сформулированы задачи. То есть модель, которую вы изучали, но она может быть сформулирована с определенными значениями параметров, или какой-то частный вопрос ставится по исследованию этой модели в экзаменационном билете. Вот это всё на сайте под рубрикой экзамен. На сайте кафедры под рубрикой экзамены. Вот наш курс и рубрикой экзамен. Там всё это находится. Так что вы можете начинать готовиться ко всем этим испытаниям. Вот. Ну вот, есть ли какие-то вопросы, пожалуйста? Вы сказали, что вы совершили экзамен 20-го числа, а у вас на сайте будет 28-го и 29-го. Да? Может быть, это... Вы знаете, может быть, я ошиблась. 27-го это что, воскресенье? Нет. Понедельник? Нет, я неправильно. Извините, пожалуйста. 28-го и 29-го. Вторник и среда. Или, может быть, только вторник. Во всех... Вот экзамен будет проходить у нас на кафедре, где компьютерные классы. Вот 21-го числа у нас будет список допущенных людей к досрочному экзамену. И тогда мы посмотрим, сколько их будет и как мы распределим на группы. Если не так много, то мы одновременно в двух-трёх аудиториях будем принимать. А если нет, значит, тогда на два дня распределим. Так, ну вот. И сегодня мы с вами поговорим про молекулярное моделирование. Ну, мы с вами до этого основные модели, которые мы с вами изучали, качественно исследовали, это были модели таких макропроцессов. Ну, для нас такой моделью процессов, на которых мы строили наши самые простые качественные модели, было взаимодействие популяции. Мы говорили, что вот численность одного вида, численность другого вида. Или рассматривали биохимические реакции. И, кстати, увидели, что существует большое сходство между уравнениями, которые описывают те и другие процессы. Ну, то, что это сходство, понятно, что и те, и другие модели формулируют люди, учёные. И они пишут то, что они могут написать. И понятно, что это похоже, но интересно, так сказать, весь смысл этого заключается в том, что действительно этими моделями такого типа можно описывать процессы разной природы. Мы говорили об изоморфизме процессов, что, например, вероятность встреч молекул и вероятность встреч особей разных популяций, это процессы, которые можно описывать математически одними и теми же уравнениями, похожими. И вот этот изоморфизм, в общем, распространяется на все уровни организации материи, не обязательно живой материи, а ещё более костной материи. И, конечно, вот я вам на первой лекции говорила о том, как развивалось математическое моделирование в биологии, что там в XIX веке были отдельные модели, в начале XX века ещё отдельные модели были сформулированы, а уже в конце XX и в XXI веке математическое моделирование в биологии чрезвычайно бурно развивается, и, конечно, это связано с возможностями вычислительной техники. И вот один из наиболее быстро развивающихся методов – это метод молекулярного моделирования. Ну, посмотрите, во-первых, вот я всё-таки хочу показать эту таблицу иерархии организации, уровня организации живых систем. Ну, конечно, организмы имеют размеры, предположим, миллиметры или десятки метров, может иметь дерево. Органы, клетки, которые имеют размеры миллиметры, но могут иметь размеры и сантиметры, как, например, хоровые водоросли. Затем идут субклеточные системы. Что значит субклеточные системы? Ядро, митохондрии, хлоропласты. Их размеры 10... Это именно наноразмеры – 10 минус 7, 10 минус 6 метра. Ещё, если мы будем углубляться дальше, идут биомакромолекулы и малые молекулы, которые занимают уже, имеют пространственные размеры 10 минус 9, 10 минус 8 метра, и, наконец, атомы, размеры которых составляют ангстремы. И вот встаёт вопрос, можем ли мы описать эти системы, исходя из самых первых первичных принципов, потому что законы физики, которые используют законы Ньютона, законы, тем более, квантовой механики, они справедливы для атомарного уровня электронов, атомов. Законы Ньютона справедливы в очень большом диапазоне размеров и времён, как раз, в который входят живые системы. А когда мы начинаем с вами писать уравнение уже химической кинетики даже, то уже эти модели исходят как бы не из первых принципов, не из законов Ньютона, а из законов, и из наших вообще представлений о том, как происходят те или иные процессы. Ну, например, что вероятность реакции пропорциональна количеству соударений. Это уже наше представление. И такие модели, когда формулируются, говорят, что это феноменологические модели. То есть они записаны в виде тех функций, которые, как нам представляется, из каких-то других соображений эксперимента, наблюдений и так далее, правильно описывают процессы, о которых мы говорим. Но всегда, конечно, хотелось построить мир, исходя из первых принципов. И вот сейчас, в настоящее время, как раз в последние десятилетия, очень большие возможности для наблюдения процессов, для того, чтобы сложились представления, как они происходят на микроуровне, дают экспериментальные методы, с которыми вы все, конечно, столкнетесь в своей научной работе. Они дают возможность разрешать разрешение, пространственное разрешение вплоть до ангстрема. Электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, атомная силовая микроскопия, туннельная микроскопия. Все эти методы дают нам возможность увидеть эти структуры. Но, как правило, эти методы не дают возможности увидеть динамику. То есть, например, электронная микроскопия требует замораживания, или рентгеноструктурный анализ требует создания кристаллов. В кристалле уже никакой динамики, никакого движения атомов друг относительно друга в макромолекуле вы видеть не можете. А ведь именно движение составляет смысл функционирования живых систем. Именно вот те процессы, которые характеризуют живую систему, вы об этом говорили, когда отвечали на вопросы еще на первой лекции. Все эти свойства, самовоспроизведение, обмен веществ и так далее, они связаны с движением. Они без движения не могут происходить. То есть, живая система, движение для нее является неотъемлемым свойством. И вот как наблюдать это движение? Вот это, конечно, вопрос и молекулярная динамика, метод молекулярной динамики дает как раз инструмент, который позволяет воспроизвести движение на уровне вот этих вот наноструктур. Ну, первые, здесь вот первые некоторые пептиды изображена молекулярная динамика, а сейчас уже делается молекулярная динамика достаточно сложных систем. Например, ионных каналов моделируется липидный бесслой, растворитель вокруг, молекулы растворителя вокруг липидной мембраны, а вот это вот сам ионный канал, и можно наблюдать, каким образом, например, ион проникает через мембрану, а ионный канал представляет собой очень сложную белковую молекулу или, может быть, даже какой-нибудь олигомер. На чем основан метод молекулярной динамики? Я все время говорю из первых принципов. Вот когда были сформулированы законы Ньютона, уже в те давние времена, видите, Симон Лаплас, он еще с 1749 года родился, жил в основном в 18-м, а отчасти в 19-м веке, уже ученые понимали, что принципиально, если существуют такие законы, справедливые для любых материальных тел, то тогда, наверное, можно было бы записать уравнение для всех этих материальных тел и потом смотреть, каким образом будет развиваться система взаимодействующих этих элементов, вот этих материальных тел, мы рассматриваем, сейчас говорим об атомах. И вот видите, Лаплас писал, что ум, которому были бы известны для какого-нибудь данного момента все силы, одушевляющие природу, и относительное... А это что за силы? Это как раз сила Ньютона. И относительное положение всех ее составных частей, если бы вдобавок он оказался достаточно обширным, чтобы подчинить эти данные анализу, обнял бы в одной формуле движение величайших тел Вселенной, наравне с движениями легчайших атомов, не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверное. И будущее, так же, как и прошедшее, предстало бы перед его взором. Вот это утверждение, то, что называется Лапласовский детерминизм. То, что принципиальная возможность описания процессов вперед и назад. Но, как Лаплас пишет, если бы был ум, который бы мог это все объять, это все бесконечное количество атомов во Вселенной. И вот эта ограниченность, то есть принципиальная возможность, но реальная ограниченность, она еще понимала, ну, в докомпьютерную эру ясно, что системы уравнений, которые записывались, они должны были быть какими-то ограниченными, для того, чтобы их можно было решить аналитически. И даже еще вот в 1976 году в книге «Статистическая физика», которую написали Ландау и Лившиц, наши, это Ландау, Нобелевский лауреат и очень известный физик, и вот их книга «Физика», «Теоретическая физика» называется, в нескольких томах, принадлежащий, написанный Ландау и Лившицам, является во всем мире таким классическим учебником. И вот еще даже в 1976 году вот эта вышла книга, и они еще писали в этой книжке, что, составляя уравнение движений механической системы в числе, равном числу степеней свободы, интегрируя их, мы принципиально можем получить исчерпывающие сведения от движения системы. Однако, если нам приходится иметь дело с системой, хотя и подчиняющейся законам классической механики, но обладающей колоссальным числом степеней свободы, то при практическом применении методов механики мы сталкиваемся с необходимостью составить и решить такое же число дифференциальных уравнений, что представляется, вообще говоря, практически неосуществимым. Следует подчеркнуть, что если бы даже и можно было проинтегрировать в общем виде эти уравнения, то совершенно невозможно было бы подставить в общее решение начальные условия для скоростей и положений этих частиц. Значит, в 1976 году, когда уже начала развиваться вычислительная техника, но она еще, конечно, не играла особой роли. Хотя, надо сказать, что уже расчеты, связанные с космосом и с атомной бомбой, они проводились на вычислительных машинах, достаточно примитивных в те времена, и большим количеством вычислителей, но все равно вычисления были там задействованы. Ну вот общее представление физиков-теоретиков на этот момент. А тем временем уже начинались первые работы по созданию компьютеров. Ну, я вам показывала тут Тьюринга, мы с вами уравнение Тьюринга рассматривали. Тьюринг был одним из людей, основателей кибернетики и теории алгоритмов, и теории создателей вычислительных машин. Уже я тоже говорила, что первые эти вычислительные машины были связаны с задачами разгадки кодов во время Великой Отечественной войны. И англичане разгадали там немецкие коды благодаря большим участиям Тьюринга. И вот после этого активизировались работы по созданию вычислительных машин. И здесь как раз вот интересная работа еще 1957 года. Это самая первая, считается, работа по моделированию, по молекулярному моделированию. Здесь рассматривается... 32 частицы были рассмотрены, которые... Рассмотрена была кубическая решетка, и вот рассматривали, они осуществлялись между этими частицами 300 столкновений в час. И вот понимаете, вот это фотографии этой системы. Вычислительные машины же были на лампах, они были огромные, очень большие. И вот тоже... Это как раз здесь процитирована статья, уже немножко более поздняя, 59-го года, но она имеет... Видите название какое? Studies in Molecular Dynamics, General Methods. И вот это девушки, которые работают на вычислительных машинах. В общем, вот эта работа... У нее название было Молекулярная динамика. То есть авторы дали термин, который сейчас закрепился, вот уже прошло сколько лет, больше 100 лет, то есть больше 50 лет, и термин закрепился. То есть он вошел уже не только в научные обиходы, а вообще молекулярное моделирование это такой термин, который очень широко применяется. И что же было написано? Ну, кроме алгоритма, который там описывался, этих расчетов, что было написано в этой статье? В этой статье было как раз написано, что применяя описание закона... Применяя законы Ньютона для описания всех частиц, которые входят в моделируемую систему, мы можем описать поведение этой системы, столкновение этих частиц. Сначала это были просто шарики, рассматривались столкновения этих шариков. И вот молекулярное моделирование сначала просто моделировались взаимодействия частиц в газовой среде или в какой-то более плотной среде. Потом, конечно, химики занялись молекулярным моделированием и стали моделировать взаимодействие атомов в малых молекулах. Что тоже, конечно, было чрезвычайно важно и интересно, но особое значение имеет молекулярное моделирование, конечно, для биологии. Для молекулярной биологии, потому что, если еще химики кое-как могли прикинуть какую-то модель, построить из шариков и палочек, которые... И написать какие-то уравнения, механики для движения для взаимодействия этих атомов в малых молекулах, но уже представить себе, как взаимодействуют тысячи атомов в макромолекуле, или как взаимодействуют... Тем более в каком-нибудь... Вот то, что я вам показывала, в белковом комплексе, пронизывающем мембрану, состоящую из молекул липидов, вот это уже описать с помощью уравнений, с помощью какой-то схемы, с помощью картинки, это уже совершенно невозможно. Тем более эти системы имеют очень сложную трехмерную структуру. Поэтому молекулярное моделирование в особенности большое значение приобрело для биологии и для молекулярной динамики. Ну, что здесь вот написано? Здесь написано, что для того, чтобы описать состояние системы, необходимо написать уравнение Ньютона. А что такое уравнение Ньютона? Масса на ускорение равна сумме сил, действующих на этот атом. Что такое ускорение? Ускорение – это производное от скорости и второе производное от расстояния. Др квадрат по Дт квадрат. Вот это уравнение здесь и записано. А силы могут быть представлены как градиент Д по Др от некоторого потенциала. Значит, оказывается, если знать вот этот вот потенциал или знать силы, то можно описывать поведение системы. И как раз вот в этой статье тоже пафосно утверждалось, почти как у Лапласа, что можно все описывать поведение всех систем, начиная от атомов и кончая там какими-то молекулами, бытовыми какими-то предметами и кончая там звездными-звездными скоплениями и так далее. Ну и вот, конечно, вот развитие этой всей науки, оно стало возможным благодаря тому, что к этому времени, с этого времени, уже с 70-х, 80-х годов прошлого века бурно развивалась вычислительная техника, возможности вычислительной техники. И вот наука, она же имеет свою историю в тысячелетия, да, еще древние греки, древние египтене уже пользовались геометрическими представлениями, астрономическими представлениями. И все это время, в особенности уже, когда наступило возрождение, новые времена, после Ньютона, наука покоилась на двух китах, в общем, на эксперименте и теории. И одно без другого не могло существовать, только теория давала осмысление тех процессов, которые изучали люди, а эксперимент подтверждал правильность этой теории. На основе новых каких-то фактов, обнаруженных в эксперименте, строилась теория и так далее. Но сами вычисления были такие, как мы с вами в тетрадочке делаем, то есть это были аналитические вычисления. А вычислительная техника дала, конечно, колоссальные возможности, и вот этот вот такой темно-серый слоник под названием simulation, он стал одним из опор современной науки. Ну, для разных масштабов, вы уже тоже из нашего курса это поняли, что для разных масштабов применяются разные подходы в моделировании. И мы с вами только о самых началах говорили, а каждый из этих подходов, он имеет очень большое развитие и массу применений. Самые процессы на самых маленьких масштабах, на ангстремах, для них на уровне электронов и ядер необходимо применение квантовой механики. Там квантово-механические законы играют большую роль и разработаны большие, сейчас тут огромные программы, к химикам, квантовой химии. Квантовая химия, которая позволяет как раз эти процессы описывать. Если речь идет о немножко больших масштабах, о конформационной подвижности атомов в макромолекуле, вот это как раз молекулярная динамика. О ней мы сегодня с вами в основном будем говорить. Но молекулярная динамика может описывать сейчас систему, уже включающую миллионы атомов, и на временах десятки наносекунд, даже микросекунды. Но с увеличением масштабов размер задачи очень сильно увеличивается, и современные машины все равно не могут еще пока решать там каким-то 10 минут, 10-12 атомов, хотя уже есть сообщение, что такие системы тоже считаются. А может быть, это и не нужно, потому что уже на уровне, например, субклеточных систем уже, может быть, не надо, нет необходимости рассматривать все на атомном уровне. Можно рассматривать уже молекулы в виде каких-то, уже можно рассматривать, например, макромолекулы приближенным образом, в виде, может быть, твердых тел или еще как-то. Мы с вами поговорим еще завтра о моделировании процессов фотосинтетической мембране, вот типичной субклеточной системы, и там поговорим вот об этих вот scales, да, вот сейчас multi-scaled modeling, сейчас это очень, multi-scaled simulation, очень такое распространенное выражение, потому что для решения разных задач нужно брать разный аппарат, нет необходимости все рассматривать на самом мелком уровне. Ну и вот этот вот mesoscale, вот тут написано macro-scaled, и уже когда вы рассматриваете процессы биохимических реакций, вы можете рассматривать и кинетические модели, и писать уравнения для вероятности и состояния, а когда вы рассматриваете метаболические пути, как вот там вам Татьяна Юрьевна рассказывала, то уже можно рассматривать и потоковые модели, и можно использовать статистику, например, для анализа последовательностей, можно использовать чисто статистический аппарат, то есть уже аппарат, который используется, определяется той задачей, которая ставится, и, конечно, масштабами тех объектов, тех процессов, которые вы изучаете. Ну вот, если вот здесь просто табличка такая, здесь почему-то у меня табличка до 2008 года, я просто хочу сказать, как бурно это все развивалось. В 64-м году еще рассматривалось столько тысяч частиц в работах по молекулярной динамике, а уже через 20 лет уже было 200 тысяч, а потом давайте сколько мы посмотрим сейчас, ну вот примерно еще 20 лет прошло, и уже 160, это что, не миллионов, а уже миллиардов частиц. А сейчас, вот мы вчера специально посмотрели с нашим аспирантом Федоровым, посмотрели работы, сейчас наибольшее количество частиц, вот 10 в 12 они пишут, но мы правда не поняли на каком временном интервале проводилось это моделирование и насколько сложная система рассматривалась, может быть, это были просто частицы в растворе, например, но вы знаете, что число авогадр 10 в 23, поэтому 10 в 12 это еще не так много. вот в 13 году рассматривалась вот эти системы, это публикация 13 года, я вам просто для примера, что здесь видите 64 миллиона атомов и расчет ведется на временах 100 наносекунд, 100 наносекунд это еще маловато для того, чтобы увидеть ферментативный акт, например, это еще немножко коротко, ну вот очень большое ускорение и вообще увеличение возможностей дали графические процессоры, которые сейчас широко применяются и они дали большие возможности для самих расчетов и кроме того, для визуализации много очень создано программ для визуализации которые позволяют увидеть просто эти макромолекулы и посмотреть как они себя ведут например увидеть распределение ионов биомакромолекулы вот как они распределены она же дышит и там существуют некие полости и в этих полостях могут существовать ионы вот это можно увидеть можно рассчитать электрическое поле биомакромолекулы причем вот это просто я взяла с сайта вот этой конференции которая же в 15-м году была по молекулярному моделированию с помощью графпроцессоров и их просто их больше всего интересовало насколько дают ускорение эти новые вычислительные средства и вот они говорят что в 20-30 раз в 30-40 раз можно все это быстрее делать и все это можно таким очень удобным и красивым образом представлять ну вот как молекулы газа мигрируют внутри макромолекулы значит это у нас существуют учебники по молекулярному моделированию но и наши учебники и ну в общем неплохие и существуют сайты где вы можете тоже посмотреть эти лекции по молекулярному моделированию кафедра биоинформатики и биоинженерии биологического факультета имеет сайт на который можно это посмотреть вот это очень хорошая книжка молекулярное моделирование в основном химики пользуются этой книгой ну там есть и по моделированию биомакромолекул вот эта книга шлыка классическая молекулярное моделирование и modeling and simulation и ну вот здесь вот вы потом на сайте посмотрите вот книжка рапопорта есть вот есть база в которой собраны многие результаты моделирования ну и я уже говорила что в чем что на мелких масштабах мы пользуемся квантовой химией а на более крупных масштабах мы пользуемся молекулярным моделированием чем же молекулярной динамикой или молекулярной механикой чем отличаются эти подходы подходы отличаются тем что когда речь идет о взаимодействии электронов и протонов то необходимо учитывать квантово-механические законы и вот например если вы описываете перенос электронов для того чтобы с одной молекулы на другую перенес электрон мы завтра будем говорить о фотосинтезе в митохондриях очень важный процесс переноса электрона во многих биологических процессах перенос электрона с одной молекулы на другую представляет собой редокс процесса окислительно-восстановительный процесс для того чтобы описать непосредственно перенос электрона с атома одного реакционного центра одной молекулы на атом реакционного центра другой молекулы необходимо пользоваться квантово-механическими А для того, чтобы описать конформационные изменения, подвижность атомов, движение атомов относительно друг друга, можно пользоваться молекулярной динамикой. Молекулярная динамика, ее пустулат, ее догма заключается в том, что атомы рассматриваются как твердые тела, сами атомы, не рассматривается структура, что атом состоит из ядра и электронов, нет, рассматривается как твердое тело. И описывается динамика взаимодействия этих атомов в соответствии с уравнениями Ньютона и Лагранжа. Процедура молекулярной динамики, вот это я взяла с сайта, мне понравилась эта схема. В чем заключается процедура молекулярной динамики? Всем атомам задаются начальные распределения. Откуда берутся эти начальные распределения? Эти начальные распределения могут браться из данных рентгеноструктурного анализа. А потом обычно некоторое время производится молекулярная моделирование, чтобы система пришла в равновесное состояние. Затем атомам задается начальная позиция. В любом случае, какую бы мы с вами задачу не решали, вы решаете, предположим, на компьютере систему двух дифференциальных уравнений, или для молекулярной динамики вы там тысячи, десятки тысяч, если вы десятки тысяч частиц, то вам нужно еще уравнение для, значит, у вас будут десятки или сотни тысяч уравнений. И для каждого уравнения вы должны задать, для каждой переменной вы должны задать начальные условия. Вы выбираете начальные условия, затем выбираете некий промежуток времени. И задаете также силы, которые действуют на эти атомы. Про силы мы сейчас поговорим. Дальше движение, перемещение. Значит, чем характеризуются переменные? Переменные характеризуются своей координатой, где она находится, координатами и скоростью. Рассчитывается в соответствии с заданными силами, рассчитывается скорость и ускорение. И дальше рассчитывается, как меняется координата этого атома. Она на следующем шаге будет равна на предыдущем шаге, плюс скорость, умножимая на дельта t, и плюс 1 вторая а на t квадрат в соответствии с законами Ньютона. Дальше задается следующий момент времени, отсчет времени, и снова повторяется эта процедура. То есть сама по себе процедура очень простая. Существует несколько алгоритмов, много очень алгоритмов, по которым этот пересчет делается. Но мы не будем с вами, у нас слишком мало времени для того, чтобы это все обсуждать. Но во всяком случае сам принципиальный подход, он очень такой простой, естественный и сложный, заключается именно в том, каким образом эти силы еще задать, как это все можно сделать. Вот это вот очень как раз еще основатели молекулярной динамики, они предложили, сформулировали, каким образом можно задать те силы, которые действуют на атом, как их можно записать. Ну, здесь то же самое написано, уравнение Ньютона, ускорение равно сила делить на массу, а скорость равна dR по dt. Затем происходит интегрирование, пересчет сил и так далее. Ну, вот если задавать силы, действующие на атомы, рассматривать атомы, как некие упругие шарики разных размеров, соединенные между собой пружинками разной длины, и вот это вот фактически такое предположение молекулярной динамики, молекулярной механики даже, то можно записать общую энергию системы через вот эти вот равновесные состояния, через отклонение атомов от своих равновесных состояний. И тогда, задавая вот эти вот силы, которые препятствуют отклонению атомов от их равновесных состояний, можно получить как раз те силы, которые действуют на каждый атом. Значит, вот составляется общая энергия. Чему она равна? Из чего она складывается, эта общая энергия? Полная энергия молекулы. Вот она складывается из энергии деформации связей между атомами. Значит, если атомы слишком раздвигаются между собой, то если представить, что они на пружинке, то они стягиваются. Если, наоборот, они слишком сильно приближаются, то они отталкиваются. Дальше рассматривается деформация валентных углов, деформация двумерных торсионных углов, энергия вандервальцевских взаимодействий и энергия электрических взаимодействий. Можно еще водородные связи сюда добавлять, вот в эту вот запись общей энергии системы. Ну, то, что длина связи между атомами на пружинке, можно представить, что эти атомы на пружинке находятся. Это понятно, что расстояние связи, оно определяет энергию взаимодействия. Валентный угол. Валентный угол – это между направлениями двух химических связей, двух ковалентных связей. Ну, например, в молекуле воды этот угол составляет 104,45 градуса. Если его увеличить, то это уже приводит к напряжению состояния или уменьшить. Вот это. А расстояние, то, что я говорила, пружинка, вот расстояние 0,9584. В англоязычной литературе называется валентный угол, обычно называется bond angle, ну, угол между связями. Затем торсионный угол. Торсионный угол – это уже двугранный угол между связями, которые расположены в разных плоскостях. Но вот здесь вот это нарисовано, вот эти связи, если расположены в разных плоскостях, то для того, чтобы рассматривать торсионный угол, уже рассматриваются 4 атома. Вот одна плоскость, вот другая плоскость, а вот угол между ними. Это торсионный угол. И тогда вклады в энергию, растяжение валентных связей задается именно как пружина, как растяжение пружины. Деформация валентных углов задается тоже таким же образом. Деформация торсионных углов задается своей формулой. Еще важными связями, которые здесь учитываются, это все ковалентные. Вот эти три, это называется ковалентные связи, потому что они относятся к связям двух атомов, ковалентных связей. А еще есть неэковалентные взаимодействия. Какие это взаимодействия? Это, во-первых, электростатические взаимодействия, закон Кулона, потому что атомы между собой могут, если они заряжены, притягиваться или отталкиваться. И, кроме того, вандервальсовое взаимодействие, соответствующее потенциалу Ленардо Джонса. Что это за взаимодействие? Это вот эта формула, вы ее тоже по химии проходили. Она показывает, что силы притяжения и отталкивания очень сильно зависят от расстояния между атомами. Когда расстояние становится очень маленьким, то силы растут аж в 12 степени силы отталкивания. Вот это потенциал Ленардо Джонса. И таким образом можно записать уравнение движения для атома. В трех координатах x, y, z. Вот здесь написано уравнение Ньютона в трех координатах. Силы эти пропорциональны градиенту от потенциала по соответствующей координате. А сам потенциал записывается вот таким образом, как он влияет на валентные связи, на валентные углы, на торсионные углы, потенциал Ленардо Джонса, электрические силы. И затем еще можно включить сюда потенциал водородных связей. Иногда включаются каким-то образом гидрофобные взаимодействия. И может быть еще какие-то другие взаимодействия. Значит, вот тут написано то, что я вам уже все время говорю, что в молекулярной динамике вычисляется полная энергия молекулы в терминах отклонений линейных связей валентных и торсионных углов и других взаимодействий, несвязевых, таких как Ленардо Джонса и электрические взаимодействия, от стандартных ненапряженных значений. А вот набор этих ненапряженных значений и называется силовым полем. Вот это силовое поле, это термин, который очень важен для задач молекулярной динамики. И когда ведутся расчеты, необходимо понимать, каким образом, в каком силовом поле происходит движение. Что-то здесь у меня две буквы B. Движение молекулы происходит... Да, ну правильно. Значит, вот это вот все, о чем мы говорили, оно касается взаимодействия атомов в молекуле. Но кроме того, молекула же не в вакууме существует, она существует в какой-то среде, в цитоплазме. Наши молекулы, во всяком случае макромолекулы, они живут в воде. Ну в цитоплазме вода и ионы представляют собой. Значит, как-то надо описывать еще и эти... Здесь еще, видите, еще одна картинка, которая, по сути дела, то же самое описывает. Вот, что шарик растягивается пружинками. Вот это ковалентное взаимодействие, а это не ковалентное взаимодействие. Откуда берутся значения вот этих вот параметров? Там же были коэффициенты у нас в уравнениях. Вот, пожалуйста, вот здесь b какие-то коэффициенты, k коэффициенты. Вот это вот. Откуда берутся эти коэффициенты? Коэффициенты эти берутся из расчетов по квантовой механике. Из спектроскопии, из рентгеновской спектроскопии берутся связи, углы и так далее, торсионные углы. Но, как правило, вот видите, здесь вот часто написано угадывание, угадывание термодинамика, квантовая механика. Откуда берутся вот эти вот вещи? Потому что часто каких-то точных сведений о параметрах силового поля не существует. Они подбираются, и большие дебаты и в литературе, и между специалистами по молекулярной динамике ведутся относительно величин этих параметров. Они не всегда одинаковые, могут быть для разных молекул, для разных задач. Поэтому это все большая очень работа. Как же, вот я уже сказала, что это все происходит в среде какой-то, в воде, в воде с ионами. Есть два подхода для описания вот этой вот среды. Они называются неявный растворитель и явный растворитель. Явный растворитель — это когда молекулы воды моделируются именно как молекулы, также с помощью молекулярной динамики. Каждая молекула воды представляет собой отдельный объект, состоящий из трех атомов и взаимодействующий с другими объектами. А есть подход, но это, конечно, подход, который требует моделирования очень большого количества этих молекул. А есть подход, который называется неявный растворитель, когда используется для описания взаимодействия с растворителем, используется уравнение Буассона-Больсмана, которое описывает распределение электрического потенциала. При этом учитывается, что в воде другая диэлектрическая постоянная, она гораздо выше, чем в белке. И это уравнение позволяет учитывать взаимодействие зарядов, используя понятие ионной силы, которые характеризуют наличие ионов в воде. И вот это взаимодействие учитывается тогда в потенциале. На каждую степень свободы приходится доля кинетической энергии, в которой включается потенциал и описывается вот эти взаимодействия. А вот если, например, явный растворитель, то тогда приходится учитывать огромное количество воды. Вот эта вот картинка, она показывает молекулу аспирина, вот она с синими шариками написана. А это все молекулы воды. Как ведет себя молекул, как влияет молекула воды. Причем оказывается, что это очень важно. Взять такое для того, чтобы получить адекватное представление о динамике процессов. Очень важно достаточно большой объем воды вокруг молекулы взять, тогда она будет свободным образом. Тогда симуляция будет показывать движение атомов достаточно свободным образом в этом растворителе. Особенно при моделировании здесь, ведь это система пространственная, трехмерная, и здесь необходимо задавать, встает проблема задания граничных условий. Например, если какая-то частица выходит, принято, можно было бы, конечно, систему просто закрыть, чтобы при соударении со стенками они отражались. Но это будет нарушать реальное состояние системы. Поэтому используется подход, который называется периодические или тероидальные граничные условия. Если интересует моделирование процессов центральной ячейки, то задаются еще вокруг нее другие ячейки, такие же образы этой ячейки. И когда частица выходит под влиянием вот этих уравнений, в соответствии с этими уравнениями, которые мы моделируем, она выходит за границу этой ячейки, в которой мы производим моделирование, то она появляется с другой стороны. Таким образом, количество частиц в моделируемой системе сохраняется. И вот это моделирование с учетом явного растворителя и с учетом периодических граничных условий, оно как раз позволяет получить движение конформационных изменений молекулы в среде. Фактически свободного движения молекулы, как она себя ведет в соответствии с законами взаимодействия между атомами. Причем оказывается, что просто опытным путем понятно стало, что нужно обязательно делать достаточно большой отступ вот этих вот ячеек дополнительных и отступ между молекулой и гранью вот этими дополнительными ячейками. Вот, например, здесь вот показано, что при моделировании молекулы полиаланина, если мы используем очень маленькую, очень малую ячейку, в которой мы проводим моделирование, то ее конформация, ее вид сильно отличается от того, если мы возьмем побольше ячейку. То есть надо дать свободную возможность этой молекуле перемещаться в соответствии с ее собственными законами. Ну и таким образом, из чего состоит молекулярное моделирование? Сначала производится подготовка системы, то есть строится топология молекулы на основе координат, взятых из рентгеноструктурного анализа, перечисляются все координаты атомов, все связи, все углы, выбираются формы, размер ячейки, в которой будет производиться моделирование, потом производится минимизация энергии этой структуры, добавление растворителей и ионов и утряска воды и ионов вокруг неподвижной молекулы. А потом уже, когда подготавливается вот эта система, дальше можно смотреть, каким образом ведет себя молекулярная динамика такой системы. Так, ну и так, значит, в чем заключается задача молекулярной динамики? Поиск конформации молекул, разных конформаций, в которых она может находиться. Исследование этой конформационной динамики, как одни конформации меняют другие. Расчет свободной энергии, расчет, каким образом распределяется вода, например, куда она проникает, в какие полости молекулы, как она распределяется вокруг молекул. Ну и динамика фазовых изменений. Вот это все относится к задачам молекулярной динамики. Ну, например, вот с помощью моделей молекулярной динамики можно делать такую, это одни из таких емких процедур молекулярной динамики, самосборка без слоя. Вот каким образом происходит вот эта молекула растворителя, а эта молекула липидов, каким образом они между собой взаимодействуют. А кроме того, рассматриваются, например, задачи, вот институт есть такой биорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, может быть, вы знаете, он на улице Миклуха Маклая там расположен. Большой институт, в которых ведутся большие различного типа работы, в том числе работы по молекулярной динамике. Они, например, изучают, каким образом пептиды могут проникать через мембрану и каким образом вот это вот делают молекулярную динамику мембраны, включающей уже встроенные туда белки, а дальше пептид как проникает в такую мембрану. Речь идет о возможности доставки лекарств и каких-то таких задач. Ну вот здесь демонстрация молекулярной динамики, которую как раз у нас делал наш аспирант Фёдоров, Володя Фёдоров. Молекулярная динамика – это взаимодействие Барназа и Барстар в образовании комплекса белков Барназа и Барстар. Ну и вот здесь показано, в каких состояниях могут находиться эти белки. Они могут находиться далеко друг от друга, они могут находиться на достаточно близком расстоянии, а потом они, наконец, образуют комплекс. А здесь вот показаны, как меняется при этом энергия. Вот энергия в комплексе, общая энергия потенциальная, она, когда они далеко друг от друга относятся, она больше, а когда они в комплексе, то она значительно меньше. А это среднее расстояние между атомами, оно большое, когда они далеко находятся, и оно маленькое, гораздо значительно меньше, когда находятся они в комплексе. Сейчас я запущу, не знаю, поймёт или нет. А, я, наверное, не взяла этот самый файл. Ну ладно. Ладно. Бог с ним. Что ж теперь делать? Ладно, я хотела показать вам, как они бегают, но я, наверное, забыла файл. Какая ещё встаёт задача при молекулярном моделировании, и даже это не совсем молекулярное моделирование, но один из, тоже относится к молекулярному моделированию, но, может быть, не к молекулярной динамике. Это молекулярный докинг. Молекулярный докинг – это взаимодействие леганда с белком. Это очень важный, конечно, раздел молекулярной динамики, молекулярного моделирования, потому что в результате докинга как раз оценивается, какие вещества могут быть использованы для воздействия на тот или иной белок. И как раз вот в том, что называется драг-дизайн, вот этот вот молекулярный докинг, он играет очень большую роль, потому что химики сейчас могут создавать очень большое число различных соединений. И какое из этих соединений наилучшим образом можно взаимодействовать с белком, можно проверить не обязательно в эксперименте, а с помощью молекулярного докинга. То есть, что такое докинг? Это подбор легантов, наиболее эффективно взаимодействующих с белком путём перебора просто из баз данных. И поиск в структуре белка, вторая задача, значит, можно к белку подбирать легант, а можно искать в структуре белка место, которое наиболее удобно для связывания этого леганта. И можно это делать для разного рода белков путём введения точечных мутаций. И вот как раз в фармакологии скриндинг соединений производится с помощью этого метода. Ещё один метод, который очень важен, и где молекулярное моделирование играет большую роль. Всего белков очень много, их примерно 500 тысяч, а известна пространственная структура около 10 тысяч. Ну, может быть, сейчас побольше немножко. И встаёт вопрос, а для, например, фармакологических целей или биотехнологических целей важна как раз не только последовательность белков, которых известно там 500 тысяч, но важна, конечно, пространственная структура. И вот для исследования, предположим, эти белки не кристаллизуются, плохо получается рентгеноструктурный анализ, можно эти белки конструировать по гомологии. Что значит по гомологии? Это значит, что при молекулярном моделировании, что последовательность известна, а вот как они расположены в пространстве непонятно. И тогда используются белки, которые так или иначе похожи по своей структуре, похожи на уже известные. И оказывается, что даже если там, особенно если 50% последовательности совпадают, хотя, может быть, с какими-то пропусками, то тогда можно говорить о близкой структуре. И вот этой вот задачей по моделированию по гомологии очень часто занимаются, когда неизвестна точная структура, и неоткуда взять, например, встает задача молекулярного моделирования, но неоткуда взять вот эти начальные значения координат атомов, для того, чтобы начать это моделирование. Ну и вот такие существуют эмпирические правила, что если последовательность длиннее 100 аминокислотных остатков, идентична не менее 25%, то в большой мере можно использовать вот эти вот понятия гомологии, при этом хорошее соответствие структуры оказывается, если идентичность выше 50%, а уж если меньше 15%, то, скорее всего, эти белки не родственны. Но эта вот работа по гомологии, она очень часто происходит. И, значит, вот схема, какая схема этого метода. Ищутся гомологические белки с известной структурой, то есть шаблоны. Но вот вам, когда Дмитрий Владимирович рассказывал про сравнение последовательности, он тоже говорил о гомологичных белках. Подбирается подходящий белок, близкий в той или иной мере к изучаемому. Затем выравниваются последовательности, и строится вот эта вот молекулярная модель по тем всем этапам, о которых мы говорили. Готовится система, потом вводится растворитель и так далее. И дальше оценивается эта модель, насколько она подходит для тех целей, которые вы преследуете. Я уже сказала, что очень быстро развивающаяся область, очень быстро увеличиваются возможности молекулярного моделирования, и все больше задач привлекает метод. Больше задач из-за того, что возможности больше, больше. Больший класс задач можно решать с помощью молекулярного моделирования, например, особенно, конечно, это относится к области медицины. Так или иначе, к области медицины. Каким образом могут проникать агенты через мембрану клеток, как можно отличать отдельные белки злокачественных клеток от доброкачественных клеток и так далее. Очень много задач, и поэтому молекулярное моделирование сейчас очень сильно развивается, причем существует много очень пакетов, и там я приводила ссылки, которые используются для этих целей. Ну, конечно, очень важно понимать, с какой целью это делается. Но здесь вот опять на этой таблице опять показано, как это все дело развивалось, если в 1975 году 885 атомов, уже в 1984 году миоглобин моделировался, там в 90-е годы уже ДНК моделировалось, белковый канал в 2000-х годах, я вам показывала уже эти ионные каналы в белках, в липидном бесслое, ну и в перспективе, конечно, и белок, и клетка, и так далее. Но, конечно, пока вычислительные возможности растут, все время находят те или другие технические решения для того, чтобы увеличить вычислительные возможности, но, возможно, все-таки какие-то будут насыщения в этом росте. Но пока это все идет очень быстро и очень быстро развивается. Хотя, конечно, конечно, как бы это быстро не развивалось, но все-таки даже если мы рассматриваем на уровне нанообъектов, что значит нанообъектов? Это значит размеры от нанометров до 100 нанометров. Сейчас о нанотехнологиях много говорится, разного сорта нанотехнологий. Ну, объекты рассматриваются единицей в сотне нанометров. Это как раз те размеры, которые относятся к субклеточным системам. Толщина мембраны, расстояние между мембранами, вот это нанометры. То есть это уже не отдельный, ну, например, встроенный белок в мембрану, он тоже имеет размеры нанометры, десятки ангстрен, нанометры, он имеет такие размеры. Значит, это вот в этих наносистемах те экспериментальные методы, которые появились и позволяют видеть эти размеры, и те вот методы симуляции, методы моделирования, которые позволяют воспроизводить эти процессы, они позволяют сейчас вот этот вот такой этап развития науки очень интересный, когда мы можем увидеть переход от физических законов, ну, вы видели, методы молекулярной динамики, по сути дела это физика, там рассматриваются потенциалы, рассматриваются силы электрические, там силы, там потенциал Ленарта Джонса, электрические силы, силы Ньютона, это физика. А нас интересует, ну, вас как биологов интересует, все-таки закономерности, как живет живой организм, с чем связана вот проблема жизни, как функционирует хотя бы клетка, которая уже является единицей жизни, а не просто взаимодействие атомов. И вот как раз на этом наноуровне происходит какое-то сопряжение, то есть физические законы преобразуются в законы биологические. Происходит направленный транспорт, происходит трансформация энергии, например, в атефазах. Вот это вот как раз самый такой стык, что ли, физической и биологической природы. И такое видно, вот уже результаты исследования, они показывают, что очень важную роль вот в этом сопряжении, кроме законов физики, ничего там нету, но очень важную роль в том, чтобы система выполняла какую-то биологически важную функцию, по-видимому, играет геометрия этой системы. В каких геометрических формах эти законы физические реализуются? Каким образом, например, получается направленный транспорт? Ну вот вы же знаете там регуляторные всякие сети. Почему эти там ионы кальция или какие-то тем более регуляторные белки, которых всего-то несколько штук, каким образом они осуществляют вот эту передачу сигнала? Как они движутся в этом клинике? Почему они знают, куда надо идти? Вот это вот очень интересный вопрос, потому что действительно, кроме законов физики, на уровне макромолекул ничего нету. И вот эта как раз область исследований, она самая, что касается фундаментальной науки, она сейчас, видимо, стоит, наиболее остро стоят эти вопросы. Вот как понять регуляторные свойства биологической системы? Их невозможно понять, не изучая и не понимая, какую роль играют структуры при этих процессах. Ну, процессы переноса здесь самые простые. Значит, получается так, что мы видим просто как результат эволюции создание этого огромного числа вот этих диаметрических сложных форм, которые и позволяют осуществлять все многообразие функциональной жизни. Ну, здесь вот пример приводится растительной клетки. Это схема, конечно. Но мы понимаем, насколько сложно она устроена. И насколько разнообразны функции тех, во-первых, органелл, которые здесь существуют, и, во-вторых, тех уже белков и вообще макромолекул, которые в этих органеллах работают. Значит, их структура и их взаимодействие с подвижными молекулами, которые осуществляют функцию всей этой сложной машины. Ну, это просто я вам показываю. Здесь и не видно ничего, а видно только одно, что какое количество клеточных сложных регуляций включено в функционирование клетки. И вот, конечно, моделирование этих всех процессов. Сейчас существуют модели и кинетические, включающие там десятки, сотни, тысячи дифференциальных уравнений, и потоковые модели, о которых вам Татьяна Юрьевна рассказывала, и разные типы, например, rule-based, это значит, правила определенные устанавливаются, по этим правилам проводится эта регуляция. Но если это просто схема, и если это просто, мы говорим, этот влияет на тот, но каким образом он влияет? Каким образом происходит это влияние, необходимо, для того, чтобы разобраться в этом, необходимо учесть обязательно пространственную структуру этих биологических объектов. Ну и вот, конечно, огромную роль, по-видимому, играют микротрубочки, микрофиламенты, вот эти всякие структуры, по которым происходит, собственно говоря, передвижение этих регуляторных молекул, которые, если бы просто в растворе, как мы привыкли с вами писать кинетические уравнения, если бы просто они соударялись, то никакого бы эффекта этот процесс не имел, если этих молекул, как сейчас мы уже знаем из эксперимента, существуют единицы или десятки в клетке или в субклеточной структуре. Ну вот я просто вам хочу показать эти картинки с микрофиламентами, которые представляют собой, по-видимому, дороги, да, дороги или тоннели, или, как сказать, пути, по которым происходит движение этих регуляторных молекул. Ну вот, какие, конечно, уже моделировать в таких сложных структурах с помощью тех методов молекулярной динамики, о которых я говорила, уже представляет большие трудности, потому что только отдельные фрагменты этих процессов можно с современными возможностями это делать. Можно ли будет потом в дальнейшем все это расширять? Ну, наверное, можно. И каким образом это расширение происходит? Ну, во-первых, значит, я уже, наверное, этого я не говорила вам, да, я как-то пропустила это, что существуют методы, вот мы на уровне молекулярная динамика, молекулярная механика классическая, она на уровне атомов. Но если можно немножко огрубить масштаб, то называется coarse-grained, ну, как это, крупнозернистое, крупнозернистое моделирование. То есть не атомы рассматриваются как элементарные объекты, а рассматриваются, например, аминокислоты как элементарные объекты. И записываются уже потенциалы и вот силы взаимодействия не отдельными атомами, а между группами атомов. Потом, конечно, используются для моделирования суперкомпьютеры, кластеры, графпроцессоры, грид-технологии, то есть это объединение компьютеров мировой компьютерной цепи, мировой компьютерной сети. Ну вот дальше я уже об этом сказала, я уже об этом сказала, что мезоскопическое моделирование, coarse-graining, то есть крупнозернистое, когда в качестве элементов рассматриваются не атомы. Ну и кроме того, сейчас уже это тоже очень сильно развивается, разномасштабное моделирование, из них особенно эффективно, когда рассматриваются частично частицы, а частично поля. Ну вот фактически, когда речь идет, например, о неявном учете растворителя, то это как раз и есть, что мы растворитель не рассматриваем как совокупность молекул воды и ионов, а рассматриваем как некоторое поле, в котором происходят процессы в этой системе. Ну, на этом мы сегодня закончим, а завтра мы поговорим о применении моделирования, разных методов моделирования для описания процессов в фотосинтетической мембране. Там применяется и молекулярное моделирование, и броновское моделирование, и кинетическое моделирование, и вот их сочетание, оно позволяет как-то понять и охарактеризовать процессы, которые проходят в этой системе. И завтра тогда мы список людей, которые будут выступать на конференции. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!